Здравствуйте, уважаемые подписчики библейского интернет-портала exget.ru! Мы с вами продолжаем цикл лекций, бесед по новым религиозным движениям, сектоведения. И сегодня мы с вами рассмотрим такое явление, как вольфдорфская педагогика Рудольфа Штейнера. Мы с вами как-то сказали, было сказано несколько слов, когда говорили о теософии и затронули имя Штейнера, так как он действительно был приверженцем теософии, даже возглавлял одно время целое подразделение в Германии, теософского общества. Но на каком-то историческом этапе разошелся с теософами. И, как писала о нем Елена Рерих, причина была в том, что он не принял Кришнамурти. То, что Кришнамурти, как его выдали за Христа Майтрея, то есть нового явления Мессии. И также, развивая свое учение, Рудольф Штейнер не принимал эволюции духа, то, что эволюции управляют Махатмы. Вот это два основных расхождения. Первое было причиной, он не принимает Кришнамурти. А второе, то, что он создает свое учение, которое в своей космогонии построено именно на теософском синкретизме и индуизма, и буддизма, и египетской мифологии. Но в вопросе антропологии он уходит в сторону от теософского понимания этого вопроса. Поэтому его учение так и называется антропософия. То есть учение о развитии человека. Рудольф Штейнер родился в 1861 году. И в возрасте 7 лет он пережил опыт ясновидения и увидел якобы за многие километры картину самоубийства сестры своей матери. И когда сказал об этом, то все это сбылось. И все поняли, что он обладает какими-то необыкновенными способностями. И по сути вся вальдорфская педагогика строится на мистических переживаниях одного человека, именно Штейнера. Позыв Штейнера в иную реальность стал для него вожделенным откровением. И он принимает этот вызов еще в те времена. А после этого его в душе, то есть когда он был еще маленьким, началась особая жизнь. Началась особая жизнь, в которой открывали себя духи, действующие в природе. Как он писал об этом и сам. И позднее Рудольф стал вспоминать, что в детстве, уже в взрослом возрасте, он вспоминал, что в детстве ему открывали способности видеть духовный мир. И этот паранормальный опыт положил начало его оккультной деятельности. Вот что о нем писал немецкий литератор Карл Шрейра. Это профессор, который помог ему углубить и расширить познание в области психологии. Он был профессором психологии Венского института. Вот его цитата. В результате упорных исследований, размышлений над творчеством Гёте, Фихте, Шиллинга, он открыл в себе тайную чудесную способность уходить в глубинное «я», освобожденно от всего внешнего и там в сфере неприходящего созерцать вечное в нас. Конец цитаты. Первая вальдорфская школа была создана в 1919 году по инициативе астрийского философа, как его считали педагога и художника Рудольфа Штейнера. В дальнейшем создателем именно вальдорфской школы, то есть ее сети, считается Эмиль Мольд, владелец сигаретной фабрики Вальдорф-Астория. Штузерская школа росла быстро после того, как он начал ее спасировать. И к 1938 году, вдохновленным успехом первой вальдорфской школы, ее педагогическими принципами были основаны уже целая сеть. Германия, Великобритания, Америка, Швейцария, Норвегия. В Голландии, на Украине, в Австрии и в Венгрии. В 1982 году союз возбудных вальдорфских школ возник. Этот союз в 1982 году. И эта марка, название была зарегистрирована. В 2019 году в более чем 70 странах насчитывалась уже 1151 вальдорфская школа. В том числе и в Германии 245, в которых учились 85 тысяч учащихся. И 1857 детских садов в 65 странах мира. Также вальдорфские школы были признаны международным форумом Штайнерских школ, Гаагским кругом. В России, что касается России, то у нас появились эти школы в 90-х. В 90-х их было около 20. Получили государственное финансирование. Но только те из них, кто согласился адаптировать свою программу. Но на самом деле, как мы увидим в дальнейшем, это было не так сложно. Адаптировать свою, в общем-то, ту программу, которую требовало Министерство образования. И, тем не менее, продолжать то воспитательный, то есть педагогический процесс, с которым мы познакомимся, это никак не мешало продвигать свой педагогический процесс в стиле Штайнера, его эзотерических и оккультных озарений. Сегодня, если открыть, например, сайт и набрать вальдорфские школы в России, то можно встретить такие, например, школы в Москве и Подмосковье, как Путь Зерна, Вальдорфская школа и Детсад, также Согласие, даже Георгий Победоносец и другие названия. Вот интересно почитать, открыл этот сайт и почитал, что предлагает, например, та или иная школа. И вот в Школе Согласия все достаточно откровенно о учебном процессе. Вот цитата с этого сайта. В Согласии существует специальное понятие, тему года. Она соответствует возрастным особенностями ребят и определении содержания основных предметов. Вроде бы все хорошо. Ну, дальше. Так в первом классе дети изучают народные сказки и знакомятся с русским фольклором. Во втором классе – басни и легенды о святых. В третьем классе изучают Ветхий Завет. В четвертом – Русь, заметьте, до Крещения. Русь до Крещения и скандинавскую мифологию. В пятом – древние цивилизации. В шестом – Древний Рим. А в седьмом – Эпоху Возрождения и Великие Географические Открытия. Это все с их сайта. С восьмого по одиннадцатый класс тема года является спектакль по литературным произведениям. Перед летними каникулами каждый класс показывает спектакль по теме года. Человек даже, я думаю, что и неискушенный в вопросах религоведния сразу может здесь заметить некий такой подвох. Изучается Ветхий Завет, но не изучается Новый Завет. Изучаются, оказывается, мифы о святых и легенды о святых. То есть, легенды о святых предаются не жития святых, а легенды и мифы. Также можно заметить, что история Руси или история России преподается до Крещения Руси. Я хочу спросить, а что там можно узнать до Крещения Руси, когда осталось еще мало артефактов? Но здесь, на самом деле, добавляют скандинавской мифологии. Ну, наверное, Германа Вирта, хроника. Его вот эти мафленты, которые, на самом деле, считаются ничто иное, как новоделому подделкой наравне с Велесовой книгой. Да, Герман Вирт. Поэтому что еще можно здесь... И дальше, смотрите, куда перескакивается. Древний Рим, эпоха Возрождения. Вот интересно. А как можно спросить себя, а почему же Новый Завет не изучается? Потому что Новый Завет, по сути, это озарение самого Штайнера, который будет делать эти открытия. Даже делается некий такой анализ плюс и минус в этих школах. Вот, например, там же, я не знаю, кто это анализирует. Наверное, родители, может быть, которые думают о том, отправить или нет своего ребенка в эту школу. Отсутствие стресса от оценок. Там не ставятся оценки до восьмого класса. И комфортная обстановка для ребенка. Развитие различных творческих способностей. Итог обучения – высокий эмоциональный интеллект. Действительно, там ребенку предлагается все воспринимать только чувствами. Позитивный взгляд на мир, умение сопереживать. Администрация и педагоги активно взаимодействуют с родителями. Аккредитованные в отгорские школы строят учебные программы по рекомендации Министерства учреждения и так далее. Минусы. Жизнь в искусственной среде школы не адаптирует ребенка к реальному миру. Дети изучают эзотерические представления о мире. Вот это правда. И мы с ними познакомимся. Игры только с игрушками, которые сделаны из природных материалов. Тут присутствует экоязычество. Навязанные авторитеты учителя. Ребенок, если переходит в государственную школу, он сложно адаптируется к оценочному подходу. И тогда вопрос. Кого и для чего готовят эти школы? И каких детей? Это мы увидим. Итак, Штейнер. 1861-1925. Молодостью увлекается, как я уже сказал, теософией. В 1902 году, по публикациям, что он публикует. В 1902 году публикует книгу, которая называется «Христианство как мистический факт». От христианства, конечно, как мы понимаем, здесь ничего нет. Христос для него – это никто иной, как дух. Духовное существо. Распятие, конечно, Бог не мог быть распят по Штейнеру. Распятие и воскресение – нет, это никак невозможно. Перед распятием, как он пишет, дух, всемогущий дух, вышел из человека Христа. И он не мог быть, конечно же, распят. Это все в книге. В человеке от рождения присутствует, как учит Штейнер, два «я». Два «я». Наше обычное, чувственное, рациональное, и то «высшее я» непосредственно связано с высшими духовными мирами. Это второе «я» особенно преобладает в ребенке в раннем возрасте. И вот цитата. «С рождения мы еще не отрываемся от того мира, где пребывали до нашей физической жизни. И никогда не можем от него вполне оторваться». Конец цитаты. То есть, здесь явно говорится о предсуществовании души. То есть, есть какой-то мир, в котором мы пребывали раньше, от которого не могли оторваться. Мы также с вами здесь можем услышать отголосок от мормонизма, от так называемой Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, о которой мы говорили с вами, когда говорили о неопротестантизме в Америке. Я читаю некоторые комментарии, которые остаются после каждой нашей встречи. И там есть такая просьба отдельно поговорить о мормонах, отдельно поговорить о нейролингвистическом программировании, об опасных обзах психологии. Я думаю, что не все сразу. И со временем мы этих тем коснемся или расскажем о них более подробно. Итак, вот еще что он пишет. «Каждый из нас несет в себе высшего, цитата, божественного человека. Может участвовать, может чувствовать себя, цитата, живо пронизанным им, этим божественным человеком, говоря себе, это мой вождь во мне». Именно в этом смысле следует понимать выражение «сверхчеловек». То есть, вся идея Штейнерской педагогики – это учение о сверхчеловеке. Ничего нового, по сути, он не придумывает то, что есть в теософии. Но теософия запускает человека по длинной цепи реинкарнации. Хотя это тоже есть у Штейнера. Но Штейнер говорит о том, что его педагогика, в которой, в общем-то, систему сложно обнаружить, какую-то четкую систему, а это как раз... Она и не может быть в оккультизме какая-то четкая рациональная система. Потому что здесь оккультизм и учит именно о эррационализме. То есть, эррационализм, наоборот, губит человек. И поэтому ничего нового он не придумывает. Просто он предлагает как бы в некой мере ускорить процесс самосовершенствования. И, по сути, начинает учить о сверхрасе и о сверхчеловеке, о сверхобществе, которое достигнет, способно уже результат этот достигнуть уже в этой жизни. Поэтому, ну, что развитие ребенка от нуля до семи, пока еще молочные зубы есть у ребенка, когда они выпадают от семи до четырнадцати, а четырнадцати до двадцати одного, когда человек входит в определенный процесс уже совершенствования. Но человек должен пройти, согласно космогенезу, той же теософии, которую Штейнер приветствует, то есть все пути развития. Мы с вами помним, что в теософии есть семь витков эволюционного развития этого мира до человеческого состояния. Там три элементарных царства – минеральное, растительное, животное и человеческое. И вот Штейнер предлагает пройти эти царства человеку уже при этой жизни. Да, при этой жизни для того, чтобы уже до семи лет, то есть каждая до семи лет уже, чтобы стать человеком, а после семи лет уже развиться в более высокую расу, которые были тогда уже на планете Земля, то есть так называемые атланты, лемурийцы. Сначала лемурийцы, потом атланты и потом уже арии. То есть уже предлагает дальнейший путь такого развития. Тут будут какие-то цитаты, я это еще процитирую поподробнее. А, вот, пожалуйста. Да. Лин Ден Берг пишет Рудольф Штейнер, «Монскла, 1995 год», страница 94-я цитата. «Если бы мы хотели действительно говорить о сверхлюдях, то мы могли бы назвать этим словом тех существ, которые были людьми уже во время лунной эпохи». Ну, помните, что Блавацкая писала о том, что жизнь, монада жизни первая проникла сюда, на Землю с Луны, и здесь начало свое развитие, пройдя определенные этапы круги в мире. Вот у сторонним там миллиарды, миллиарды лет. И вот он так и пишет, «Если бы мы хотели действительно говорить о сверхлюдях, то мы могли бы назвать этим словом тех существ, которые были людьми уже во время лунной эпохи, предшествующие планетарной ступени нашей Земли. Существ, которые теперь переросли людей. Они могли являться только в эфирных телах ясновидящим людям того времени. Так они и являлись, спускались из духовных миров на Землю и руководя ею в постатлантическое время на Земле». Конец цитаты. То есть, эти сверхчеловеческие существа, о которых говорит Штейнер, те самые, что воздействуют в детстве на человека, и в целом они работают в мире над человечеством, как осеняющий свою человеческую эволюцию, ближайший мир духовной хирархии. То есть, они, состоящие одной ступени выше людей, выносят из своих духовных сфер вниз на Землю то, что врабатывается в человеческую культуру. Это буквально цитата. Врабатывается в человеческую культуру. В случае ребенка, цитата, «высшая мудрость запечатлевается в образовании тела». Точно так же в развитии человечества древних времен образовалась культура. Таким образом, мы видим, что Штейнер не верит, что есть махатмы, которые на Тибете, но он верит, что управляется существами космическими, которые с них сходят и уходят обратно, появляясь только в определенный момент эволюционного процесса. Итак, первые люди на Земле, по мнению Штейнера, получили инспирацию от божественно-духовных существ. Тех, которые закончили на древней Луне свое собственное развитие, существ более высокого порядка. Эти существа довольно активно вмешивались в ход развития человечества. Однако их водительство в постатлантический период, то есть после гибели Атлантиды, заметно ослабло. И вот что интересно замечается. О внешних учителях, то есть о теософских махатмах и в Великом Братстве Штейнер ничего не говорит. Я уже сказал о том, что это и есть отличие. Это Штейнер. Духовное... Делается вывод выше приведенных цитат. Духовное водительство человека и человечества. 92-й год. Работа была написана Штейнером в 1911 году. После того, как он уже отделился от теософов. Штейнер построил также... Да, он не только ограничен с учением. Он построил даже антропосовский храм в Швейцарии, в Дорнах в 1923 году. И сказал о том, что этот храм будет существовать 300 лет. Но на самом деле этот храм через, по-моему, 8 или 10 лет сгорел. Не сбылось его пророчества. И сгорела огромная библиотека. Где были различные книги по каббалистике, гностицизму, пифокорейской мистике, чисел. Да, и еще интересно, что этот храм был построен как 12 домов. То есть, Штейнер и его учения пропитаны астрологией. И человек должен тоже пройти эти астрологические круги. И этот, так скажем так, состоял этот храм из 12 пределов согласно астрологической схеме. И человек по учению Штейнера в соответствии с традициями древнего оккультизма образует некий такой микрокосум. В составе физического, эфирного и астрального тела. Что касается антропологии. Причем эфирное тело, вот так как говорил, не сходя из человека с прорезанием коренных зубов. А остальное с достижением половой зрелости. И эти сферы отражают три ступени. Через которые прошел по Штейнеру в своем становлении мировой дух. И поэтому раз этот мировой дух прошел. То есть, вот эти все эволюционные пути прошли. Значит, человек в своей жизни должен их пройти. Вот это еще одна из сторон Штейнерской педагогики. Учение о совершенстве по Штейнеру. То есть, путь духа. Есть возражение через разные перевоплощения. Через работу над собой. Во исполнение кармы. К такому, в кавычках, одухотворению. Всего нашего существа. В итоге, в котором создается всецелая духовность в человеке. Поэтому Штейнер пишет еще одну книгу. Которая является, в общем-то, руководством для педагогов штейнерских. Так и называется. «Как достичь познания высших миров». Я не случайно говорю о названиях. И сразу говорю об учении. И мало рассказываю о том, что происходит в школах. Для того, по той причине, что многие из педагогов. Они и сами апологеты вальдорфской педагогики отрицают какую-либо религиозную составляющую в своих школах. Но это откровенная ложь. Откровенная ложь. Потому что даже не надо быть специалистом в области сектоведения и религоведения. Чтобы понять, что здесь все просто напичкано. Религиозная составляющая эзотеризма. Но я произнес это слово эзотеризмом. В эзотеризме действительно есть такая практика. Что особые тайные знания только для посвященных. А все остальное для профанов. Им не обязательно знать все тайны того или иного общества. В этом, в общем-то, корень эзотеризма. Штейнер пишет эту книгу. «Как достичь познания высших миров». Это такая популярная самая книга-брошюрка. И вот так он здесь говорит, что через духовидение. Да, главная идея этой книги – через духовидение. Через постижение высших миров. Осуществляется глубже и интенсивное восхождение к последней цели бытия. То есть, задача жизни каждого человека, взятого в его эмпирическом бытие, в его эмпирическом самосознании, заключается, в том, чтобы томление духа в нем живущего и его одушевляющего разрешить через правильную жизнь, через одухотворение себя по мистическим озарениям Штейнера. До 12 лет в альдорфской педагогии отвергают метод наглядного обучения, если говорить, что происходит в школах, ввиду того, что формирование понятия, естественного для природы ребенка, оно формируется, как считают, после 12 лет. Взамен метода наглядного обучения предполагается метод обучения в сопровождении чувств. Процесс запоминания облегчается благодаря включению движения чувств у ребенка, которые являются опорой для памяти. То есть, задача педагога преодолеть безучастное отношение учеников к учебному материалу через именно раскрытие чувств в человеке. Для чего это делается? Для того, что антропология, лучше сказать, антропософия Штейнера, она тесно связана с космогенезом, то есть, с представлением о происхождении этого мира. И поэтому, как я сказал в начале, теперь еще раз повторю, что необходимо человеку пройти все эти пути эволюционного развития, как это проходила вся планета, как это потом проходило на планете, но только уже по Штейнеровскому понятию. Это одна из таких основополагающих идей этой педагогики. И поэтому считается, что человек, если он включает свои чувства, то есть, впадает в некое состояние медитации, то он способен будет вспомнить те самые лучшие или погрузить себя в то эволюционное развитие, которое было у него в прошлой жизни. А память, то есть, вот такая обычная логическая память, она мешает человеку, потому что человек отвлечен на вещи, сопряженные с таким вот логическим постижением этого мира. И поэтому всякая логика, она в некой мере там отвергается. И даже скажу больше, что сами они пишут, вальдорцы, что дети с 1 по 8 класс в основном мало чего изучают из школьной программы, ну, какой-то минимум. Но с 8 по 11 класс там КГ и ЕГ начинают готовиться именно 3 этих или 4 года. По сути, можно сказать так, что они нашли лазейку в баллонской системе, которая сейчас есть обучение. Вот можно спросить сегодня у детей, которые учатся в школе, их так нагружают, а они на самом деле, когда начинают сдавать ОГЭ и ЕГЭ, нанимают еще репетиторов. То есть, все, что они учат в школе, им говорят, ну, это только совсем мало, то, что вам пригодится для того, чтобы сдать ЭГЭ и ОГЭ. И они нашли эту лазейку. То есть, они проводят свою воспитательную программу в своих школах, по сути, такие сектантские программы. А потом за 3 года наверстывают все для того, чтобы сдать вот этот комплексный экзамен. Очень так, да, хитро. В книге Штейнера «Христианство как мистический факт» учение Штейнера все же является действительно, как мы видим из этой книги, и религиозным, и антихристианским. Штейнер утверждал, что Христос, как вот я говорил, вот она прям цитата, «не был распят, и дух Христа решил не страдать, и потому заранее еще до распятия, фактически цитата, покинул телесную оболочку человека Иисуса». Позже учением Штейнера заинтересовались также немецкие нацисты, и увидели в нем опасного в некой мере конкурента, так как в Штейнерском, Теософском, нацистском учении было много общего, особенно учения о расах. В 1923 году нацисты организовали, вот как раз он не сам по себе сгорел, этот храм, а его они подожгли. Есть исторические документы, Геттеанума, это называлось Гетенаум, с целью завладеть архивами антропософов, и пожар негативно сказался на деятельности антропософского общества и на здоровье Теософского Штейнера в 1925 году. В 1925 году он умер. Нацисты завладели архивами, библиотекой антропософов, используя эзотерические учения Штейнера в своих целях. И связь нацистов и антропософов, и теософов существовала еще при жизни Штейнера. Вот под сильным влиянием даже, как замечают специалисты, под сильным влиянием Штейнерского учения находился и автор нацистской концепции, Вольтер Доре, который написал известную книгу «Кровь и почва». Это книга такого наязыческого характера, где он говорит о том, для того, чтобы нации лучше развиваться в этом мире, быть крепкой, сильной и пройти очередной виток эволюции, необходимо восточные земли. Это главная цель этой книги. «Кровь и почва». Недаром она называется «Почва», потому что он пишет все от земли. Земля-мать, по сути, он обрисляет землю в своих таких нацистских представлениях. Но идею о развитии расы берет именно у Штейнера. Вольтер Доре. Штейнер в 1915 году писал о себе так же, как о пророке-мессии германской расы. Это буквально дословная цитата. Он говорил, «Я пророк и мессия германской расы способен указать правильно путь эволюции духа». Из недр Штейнерства возникла и так называемая та самая вольдорфская педагогика, которую в России, к сожалению, сегодня пытаются представить как верх педагогического совершенства и внедряют в российский школу, но которая в действительности преследует цель насадить оккультные идеи в сознании подрастающего поколения нашей страны. Согласно вольдорфской педагогике, Штейнерское оккультное учение является сверхнаучным методом воспитания, как они себя декларируют, и совершенствование человека. Оно якобы способствует быстрому легкому усвоению научного материала, совершенствует познавательные способности ребенка и вообще всего человека. Нужно еще сказать следующее, что, отмежевываясь от того, что якобы это не религия, они сами пишут, что, например, Франц, Карл Грен Франц, «Воспитание к свободе», Московский Центр вольдорфской педагогики, его книга «Воспитание к свободе», здесь 57-я страница, следующие слова. Когда говорят о вольдорфской педагогике, то речь идет об образе жизни. Специфическая особенность вольдорфской школы является то, что все члены корпорации видят одну и ту же духовную цель. Стало правилом, что учителя не могут исполнять своих обязанностей без тщательного изучения человековедения по Штейнеру и без внутренних усилий, которых требует антропословский путь развития. Пожалуйста. Карл Грен. Не, я придумал. Страница 57-я. Проверьте. «Воспитание к свободе». Перевед с немецкого. Второе издание. Московский Центр вольдорфской педагогике. 1995 год. Да, вот сам Штейнер пишет, например. Штейнер «От Иисуса ко Христу». Калуга. Духовное познание. 1994 год. Страница 125. По сути, только духовная наука, то есть антропософия, может привести к постижению социальных проблем современности. То есть, они этими рычагами не только хотят сидеть там в своих школах, они хотят нам предложить новое развитие человечества. Так и пишут. Социальных так и пишет он. По сути, только духовная наука посвящением может привести к постижению социальных проблем в современности. Без духовной науки не будет формирования будущего. И это правда, пишет Штейнер. В своей книге «Вопрос воспитания как социальный вопрос». Пожалуйста. Спиритуальные, культурно-исторические, социальные основы педагогики в Мальдорской школы. Не я придумал. Духовное познание. 92-й год. Страница 44-я. И 27-я. А вот то, что я назвал духовное познание, Штейнер, также нечто подобное есть в его другой работе от Иисуса ко Христу. Пожалуйста. Вот как развивается человек. Тут далеко ходить не надо. Можно то, что они... Снова-снова повторю. То, что они сами себе пишут. Первый этап. Физическое тело предлагается развивать ребенку, чтобы пройти вот это животное состояние, слиться с этим безличностным космосом. Эфирное тело, астральное тело. Постепенно. Я считается, я бессмертной духовной составляющей человека. То есть, эфирное тело рождается одновременно с упадением, как говорили, молочные зубы. Астральное тело рождается в начале 14 лет. И так далее. И воспитание понимается Штейнером как содействие развитию. И в этом смысле в 21 год с рождением я начинается саморазвитие. А до этого они разовьют вас в свою сторону. Я помню, приводил, по-моему, этот пример, когда однажды выпал в своей крестнице в подарок на Рождество. То стоял в магазине и спрашивал какую-то игрушку. И тогда мне консультант предложил развивающую игрушку. Одна мама с радостью взяла. А я задал простой вопрос. А в какую сторону развивает эта игрушка? На что ответ я не услышал. То есть, развитие бывает разным. Вот, например, также он пишет Штейнер «Вопрос воспитания как социальный вопрос». Нужно учить сознанием, сознанием, что, собственно говоря, каждого ребенка нужно спасти, что каждого ребенка нужно привести к тому, чтобы в ходе жизни он нашел в себе импульс, пережил новое рождение. Понимаем, что это, по-моему, не педагогика просто светская. Итак, и дети, учителя должны приобрести не просто знания о религии или антропософии, но пережить соответствующий, по сути, религиозный опыт. Вот, например, он пишет, Штейнер, цитата, «Надо дать детям приобрести религиозный опыт». Там же, в этой книге на 166-ой странице. «Один раз в неделю для детей устраивать религиозные действия», устраивать, которые ввел Штейнер. Это пишет Франц, который мы уже цитировали, Франц Карглер, Грен, «Воспитание к свободе». Следующая страница. Также у него есть учение о реинкарнации. «Семь планет», пишут, например, Дэн Даган и Джуди Дар, это люди, исследующие педагогику, вальдорфскую педагогику. У них есть небольшая такая книга, называется, «Можно ли считать вальдорфские школы рельгиозными?» И вот там есть такая цитата. «Семь планет соотносятся с семью историческими эпохами, двенадцать созвездий зодиака с двенадцатью частями человеческого тела, четыре стихи с четырьмя типами человеческого темперамента». И так далее. До мельчайших деталей. Это эти магические соотношения характеризуют космос как единую живую духовную сеть бытия, в которой, в конце цитата, должен развиваться человек. О чем я говорил выше, а вот эти авторы, они это сформировали более кратко, тезисно. Или вот, «От Иисуса ко Христу». Также на 125-й странице Штейнер пишет, цитата, обратиться взором к человеку до рождения. Не только почувствовать загадку смерти, но и почувствовать жизнь по отношению к загадке рождения. А затем нужно научиться возвышать антропологию до антропософии. То есть, влиться в то учение, которым учит Штейнер. Я еще хотел бы тут посетил один форум педагогов Штейнерской вальдорфской педагогики. И вот прочитать переписку одного с другим. И, наверное, из этой переписки будет еще много чего понятно нам с вами. Вот, например, один пишет. Это форум педагогов вальдорфской педагогики. «Как наука взаимосвязи человека и вселенной и проявление вселенской мудрости через человека антропософия дает инструмент для познания тех сущностей, которых мы глазами воспринимаем как планеты. Другого органа, кроме глаз, у нас нет». Дальше пишет. «В свете последнего такой орган, то есть внутреннее чутье, стоит более увязан со слухом, чем со зрением. Слух, как доступный человеку, канал восприятия древнее зрения. Это откуда-то такой вывод, а то, что сначала развивался человек слух, а потом развивалось зрение, потом развивалось чувство. Это теософская антропософия. Дальше он пишет. «Собственно, вначале постигается планетная сфера, где планета оказывается средоточением принципа своей сферы. Доктор Д.Р пишет, Штейнер описывает, как при правильной медитации человеку открывают себя духи планет. Дальше. Зазор между ними может оказаться достаточно широк. Тем не менее, даже их несовпадения вызывают со стороны высших сил, корректирующие воздействие. Характеристические даты в нашей жизни несут в себе звучание этого диалога. Вот основа чтения гороскопа, диалог с собственной судьбой. Опять же, различие глубин, которые души обнаруживали в самих себе, объясняет сбычу, несбычу, предсказанных возможных событий. Антропософия показала механизм достижения того, что проявляет себя, как небесные сферы. Человек растет и питается из них, из этих сфер не хлебом единым. Туда он уносится во сне, чтобы, освежившись звездным светом, вернуться обратно в мир становления на землю. Уноситься же теперь стало возможно и не во сне, а в дневной бодрственной жизни благодаря медитации. То есть, здесь, по сути, нам дается то, что, да, то, к чему стремится человек в неоиндуизме. То есть, впасть в состояние сна в этой жизни и бодрствовать во сне и не спать, как бы, призывать в состояние иллюзии в этой жизни. Но это еще не все. Он дальше пишет. Отправной точкой для постижения астрологии оказывается оздоровление собственной эмоциональной жизни аллегория Солнца-Луна антропосовское наследие, пробираясь до глубины души, вот куда они пробираются, до глубины души, вызывает поэтому более глубокое проявление эмоций. Ум помогает чувствам, не подавляя их, аллегория, Меркурий. Следовательно, и более интенсивный дождь без зонтика из событий аллегория та же Меркурий. Когда за событиями выступает их смысл, добавляется аромат, на который тянутся другие люди, аллегория Венера. То есть, здесь все по гороскопическим моментам развивается эмоция человека. Другой педагог ему пишет, отвечает, это форум. Согласен практически со всем, что вы написали, только вношу маленькую поправочку. В хронике Акаши, хроника Акаши, это то, что написал Розенкрейтсер, где выстраивается вся вот эта цепь всех этих развитий человека по его педагогике. Только вношу маленькую поправочку. В хронике Акаши черным по белому написано, что во время Сатурна имел место духовный аромат во время Солнца вкус. То есть, он ошибся во вкусах и ароматах. В кругообороте Луны с появлением внешнего светила появляется зрение. Понятно, что с появлением как твердых, так и мятких плотных субстанций в земном кругообороте возникает надобность в осязании. Следовательно, слух понадобится нам более всего в следующем кругообороте Юпитера. Конец статы. Вот куда вы отправите своих детей и чему там будут учить. Это пишут их педагоги. Я не придумал, можно найти этот форум, у меня есть эта ссылка, если не удалили. Только хроника Акаши развивает эмоциональную память о развитии человека, сопряженную с космогенезом эволюции духа теосовской концепции. Как мы помним. Минеральные, растительные, животные, человеческие и три элементарных. И, конечно же, Атлантида, которая описывается в хронике Акаши. Великая цивилизация, которая на дне океана, раньше Европу и Америку не разделял океан, поэтому это была единая цивилизация, может быть, они сейчас так друг к другу тянутся, согласно мировоззрению, наверное, некой мере. Это была великая нация, поэтому чувственным погружением в медитацию нужно восстановить генетическую память и принципы развития древней великой нации. Отсюда, в общем-то, национализм. Хороший сказать нацизм. То есть, хроника Ура Линда, о которой уже говорил Германа Вирта, не подошла идеологам фашизма в полном объеме, хотя она была написана примерно чуть попозже, примерно в тот же период, что и писались в книге Штейнер. Почему? Потому что в хронике Ура Линда Германа Вирта, этой на языческой книге под началом всего был матриархат. И это не очень, наверное, понравилось идеологам фашизма. Ну, матриархат, как-то женщины там будут править. И они берут за основу Штейнерскую теорию, где сначала была Великая Лемурийская, потом Атлант, потом Арийцы. И вот Лемурийцы, это представители третьей коренной расы, обитавшей на земле. Они являются прямыми предками человека, так гласит древняя легенда, источником которых является хроника Акаши Штейнера. И хранящая все истории Вселенной. Сейчас это называется информационным полем Вселенной. Также Штейнер увлекался и Розенкрейцерством. Розенкрейцерство это такое масонско-христианское в кавычках движение, которое возникло в 1459 году, где Розенкрейцер путешествует и так называемое его, которое приписывает по крайней мере ему это произведение, которое было опубликовано конечно попозже, где-то в начале 16 века, которое называется химическая свадьба Розенкрейцера. И вот там этот Розенкрейцер проходит все эти этапы посвящения, где все так называемые алхимические научные те или иные элементы химические они воспринимаются как и способны одухотворять человека. По крайней мере такие три как серо, ртуть и соль. И вот соответствует якобы это трем составом также человека. Сера символизирует душу, соль, тепло и материю. А ртуть это дух, чья задача связывать воедино тело и душу материальное и сверхчувственное. Поэтому все здесь целая продуманная система вальдорфской педагогики, которая является как об этом пишут многие специалисты является нейролингвистическим программированием. То есть тем самым NLP. Таким образом ребенок, который с детства впитал все эти привлекательные внешние образы, где там и танцы, это один очередной этап развития, спектакли, следующий этап развития, сначала ребенок что-то делает руками, и он не должен ничего учить, ему мысли сами должны прийти, он должен делать то есть физическое развитие человека, труд из обезьяны сделал человека в некой мере, в раннем возрасте, потом даются танцы как некий культурный этнос, когда человек пошел в дальнейшем развитии и прочее. Все эти привлекательные образы, таким образом ребенок, который в детстве впитал все эти привлекательные внешние образы в подростковом возрасте, ребенок будет как открытая дверь для тех, кто захочет управлять его сознанием, если хотите подсознанием. Потому что сработает определенный такой якорь, какой, по которой проглатывается сейчас в детстве. Это если мы говорим только о чисто подделках с детьми, использованных чисто внешних образов, сами внешние образы в данном случае являются ничем иным, как таким якорем, а уж если речь еще и подходах использования определенных педагогическое обучение к методе, то все это намного серьезнее. То, что ребенок запомнил в детстве, все это для него будет как таким желанным возвратиться в эту среду и погрузиться в то, какой отпечаток на его душе был оставлен тогда. Об этом писал еще свидетель Златоуст. Как в детстве как на воск если ты прижмешь его пальцами, какой отпечаток останется, так на нем эти образы и в общем-то будут на протяжении всей жизни. Мы знаем, что мы всегда хотим есть там целую программу там одноклассники вернуться вот в то, когда действительно были в детстве, вместе учились, какие-то там дружба, как говорят, которая крепкая, она именно в период школьный период или в период студенчества, а потом уже не так. И вот в общем-то у меня такой просто обычный вопрос, кого готовят в вальдорфских школах, да, тем более скажу, что это не секрет, туда часто предлагают, не знаю, как сейчас, но долго на протяжении всего периода с 90-х предложали педагогов из Англии, из Америки, из Германии, и можно в общем достаточное количество посмотреть все эти картинки, которые есть в интернете, как там дается педагогика, с комфортом, никто тебя не ругает, то есть ты себя ощущаешь дома, там тебя что-то требуют, а здесь тебе позволяют в общем-то все. Это надолго останется в памяти человека, что там было к нему какое-то такое доброе отношение, где ему прививали еще эзотерические взгляды развития, которые говорили о том, что он станет сверхчеловеком, и в общем-то эта школа позиционирует как себя сверхобщество. Много здесь опасных камней, и всегда вспоминаются слова «смотрите, как ходите», и также всегда вспоминаются слова и апостола Павла, что «испытывайте духов, от Бога ли они?» и другие слова также из Священного Писания, что много лжехристов, лжепророков появилось в этом мире, как сказано «дети, храните себя от идолов». Иногда люди, не разобравшись, не узнав, что это за школа, посмотрев внешнюю картинку, отправляют своих детей, там есть и такая опция, как интернат, то есть отдают на целую неделю, забирают только на выходные. Поэтому, прежде чем принять какое-то решение, лучше всегда познакомиться, кому мы отдаем своих детей. И, как всегда, конечно же, снова и снова повторяете слова, будем внимательны к слышанному, то есть, то, что нам всегда предлагается, как пишет апостол Павел в послании к евреям, чувства, говорит, должны быть навыком научены для развлечения добра и зла. Поэтому нам, как православным христианам, нужно прилипаться к святоотеческой литературе, к священному писанию, к таинствам церкви, чтобы не отпасть и помнить о том, что дни действительно, как сказано, лукавы. Спаси Христос. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok